Здравствуйте! Сегодня вы прослушаете девятую лекцию из курса лекций «Документационное обеспечение управления. Современные тенденции». Тема сегодняшней лекции – оформление и составление служебных писем. Как мы с вами говорили на предыдущих занятиях, переписка относится к информационно-справочным документам и занимает особое место и играет особую роль документа обороте предприятия, организации и учреждения. Что же представляет собой переписка? Переписка – это обобщенное название различных по содержанию документов, обеспечивающих оперативный информационный обмен между организациями. То есть, исходя из предложенного названия, можно понять, что существуют различные виды служебных писем. И служат данные служебные письма для связи между организациями, предприятиями, для того, чтобы можно было передать информацию из одной организации в другую. Поскольку переписка относится к информационно-справочным документам и входит в состав организационно-распорядительной документации, является естественным, что существуют определенные требования, определенные правила оформления служебной переписки. Об этих требованиях, об этих правилах оформления служебных писем мы сегодня с вами и будем говорить. Итак, мы переходим к тем требованиям, которые предъявляются к оформлению служебных писем. Итак, основные требования, которые предъявляются к составлению служебных писем. Во-первых, письмо, любое служебное письмо, обязательно оформляется на бланке организации. Бланки организации бывают различных форматов. Либо это формат А4, либо это половина формата А4, формат А5. Как вы помните из предыдущих лекций, размеры бланка формата А4 210 на 297 мм. И, соответственно, размеры бланка формата А5 – это 148 на 210 мм. Следующее требование, главное требование к составлению и оформлению служебных писем – то, что эти письма обязательно подписываются руководителям организации. Следующее требование, которое предъявляется к служебному письму, относится непосредственно к тексту служебного письма, то есть к той информации, которой должна быть передана адресату. Письмо должно быть составлено грамотно, аккуратно и без исправлений. Чем больше исправлений в данном документе, чем хуже и используемый стиль при составлении текста этого документа, тем больше вероятность того, что ваш собеседник на другом конце просто-напросто не будет изучать данный документ. И последнее, третье требование. Письмо должно быть изложено официально деловым стилем. Что представляет собой официально деловой стиль, мы с вами говорили на предыдущих лекциях, и поэтому на этом мы останавливаться не будем. Основные требования, еще раз, письма оформляются на бланках формата А4, А5, обязательно подписываются руководителям организации, если только это не сопроводительное письмо. В сопроводительных письмах разрешается подпись не руководителя организации, а непосредственного исполнителя либо секретаря. Что представляет собой сопроводительное письмо, мы с вами рассмотрим позднее. Далее, второе требование. Письмо должно быть составлено грамотно, аккуратно и без исправлений. И третье требование. Письмо должно быть изложено официально деловым стилем. Исходя из тех требований, которые предъявляются к данным видам документов, исходя из определения переписки, можно с вами выделить несколько основных видов служебных писем. К основным видам служебных письм относятся письмо-напоминание, то есть в тексте должно быть напоминание о чем-либо, о каком-то факте. Письмо-приглашение, может быть, письмо-поздравление, может быть, рекламное письмо, может быть, информационное письмо и другие виды писем, которые мы рассмотрим с вами позднее. А сейчас мы поговорим о тех требованиях, которые предъявляются к составлению текста письма. Итак, из скольких частей может состоять текст письма? Если это простое письмо, то текст письма, именно простого письма, состоит всего из двух частей – вступления и заключения. Что представляет собой простое письмо? Простое письмо представляет собой вид документа, в тексте которого содержится информация только о одном каком-либо факте, об одном каком-либо событии. То есть либо содержится просьба одна, единственная, либо содержится напоминание и так далее. Тогда, соответственно, текст этого письма будет состоять из вступления и заключения. Во вступлении мы с вами указываем причины, которые побудили нас составить данный документ, а в заключении мы с вами непосредственно указываем либо просьбу, либо приглашение, ну то есть тот факт, который нам необходимо передать адресату данного документа. Помимо простого письма, бывают еще также сложные в композиционном отношении письма. Что представляет собой сложные в композиционном отношении письма? Это значит, что в тексте письма содержится не только одна просьба. В тексте письма содержится несколько фактов, несколько событий, которые необходимо передать для адресата. И поэтому, естественно, текст сложного письма должен состоять из других частей. Обратите внимание на слайд. Текст сложного в композиционном отношении письма состоит из трех основных частей. Вступление, основной части и заключение. То есть во вступлении мы также с вами указываем причины, которые побудили нас написать данный документ. В основной части мы излагаем те факты, те события, те просьбы, которые хотим, чтобы они дошли до адресата. И в третьей части мы с вами подводим итог вышесказанному, вышенаписанному. Вот основные части двух видов текстов писем. То есть сложных писем и простых писем. Помимо требований, которые предъявляются к тексту документа, существуют определенные требования, которые предъявляются к бланку письма. Как мы уже с вами говорили ранее, существуют разные виды бланков. Есть бланки для писем, есть бланки должностных лиц, есть общие бланки. Соответственно, письмо, как вы прекрасно понимаете, оформляется на бланке для писем. Какие требования предъявляются к составлению бланка для писем? Как вы помните, бланк – это лист бумаги с нанесенными типографским или компьютерным способом, или печатным способом, реквизитами, которые обязательны на данном документе. Реквизиты у нас с вами могут носить как постоянный характер, так и переменный характер. Постоянный характер носит такие реквизиты, как наименование организации, название организации, справочные данные об этой организации, а переменные реквизиты – это дата документа, номер этого документа или индекс этого документа, ссылка на индекс и дату входящего документа, заголовок и адресат. Таким образом, бланк письма может выглядеть следующим способом. Если вы обратите внимание на слайд, то как раз и увидите бланк этого письма. Бланк письма, естественно, оформляется на формате А4. В данной ситуации мы с вами рассматриваем только штамп на бланке. Итак, вы представьте себе, что ниже еще располагается лист бумаги, где будут оформлены необходимые для данного письма реквизиты. Итак, бланк письма должен содержать следующие реквизиты. Во-первых, название организации. Название организации должно быть полное. Далее, справочные данные об этой организации. Номер этого предприятия, этой организации по общероссийскому классификатору предприятий и организации или по общему классификатору предприятий и организации. Должен быть указан код документа по общему классификатору управленческой документации и указывается идентификационный номер налогоплательщика данной организации. Также должны быть указаны номера этой организации в регистрационной палате. Итак, остановимся на правилах оформления бланка письма, на правилах оформления реквизитов на бланке. Итак, реквизит наименования организации. Чаще всего бланк письма оформляется с использованием углового расположения реквизитов. В таком случае реквизит наименования организации располагается от границы левого поля или от нулевого положения табулятора до 32 печатного знака. Соответственно, указывается полное название организации. Название организации реквизит печатается через один интервал. Если мы с вами даем сокращенное название организации под полным названием организации, то есть используемую аббревиатуру, то она отделяется от основного названия организации дополнительным интервалом. Затем, отступив дополнительный интервал, то есть два интервала от названия организации, мы указываем такой реквизит, как справочные данные о этой организации. Реквизит справочные данные об организации должен содержать, во-первых, почтовый индекс того места, где находится данная организация, город, где располагается эта организация, улицу, дом и офис. В то же время в справочные данные об организации входят и номера телефонов, факсов, а также номера электронной почты и так далее. То есть в обязательном порядке должны быть даны все данные, справочные данные об этой организации, для того чтобы мы могли найти данную организацию. Следующие реквизиты, которые обязательно должны располагаться на бланке письма. Это код предприятия, код документа. Далее обязательно должен быть указан идентификационный номер налогоплательщика. Здесь мы его не привели, просто написали сокращенно, что должно быть на бланке. Далее под ним обязательно и необходимо указать банковские реквизиты данной организации, но бланки с писем с банковскими реквизитами организации чаще всего используются, когда оформляются гарантийные письма. В принципе, на простом бланке возможно и отсутствие банковских реквизитов данной организации. Затем мы отступаем дополнительный интервал и оставляем место для такого реквизита, как дата. Оставляем мы место, либо проводя черту, где можно оформить дату этого документа, либо вот такими уголками указываем место расположения даты этого документа. На той же строчке оформляется такой реквизит, как индекс документа. На таком документе, как письмо, индекс должен состоять из нескольких частей. Как вы помните, из предыдущих лекций мы с вами говорили, что индекс должен включать в себя код подразделения, в котором составлен этот документ. Также он должен включать в себя код самого документа и номер дела, в который войдет этот документ. Код документа у нас оформляется по журналу регистрации, соответственно. А номер дела мы с вами берем из номенклатуры дел. Что такое номенклатура дел, мы поговорим с вами на последующей лекции. Рассмотрим с вами. И последний реквизит, который обязателен на бланке для письма, это такой реквизит, как ссылка на индекс и дату входящего документа. Чтобы не указывать в тексте письма, если это ответное письмо, на какое письмо вы ссылаетесь, и указывать там номер этого письма, специально выделяется такой реквизит, как ссылка на индекс и дату входящего документа. И он выносится в штамп данного бланка. Мы с вами на бланке указываем такие слова. «На», «Номер», далее оставляем место для того, чтобы переписать номер из того письма, на который мы пишем ответ, «От», и указываем опять же дату того документа, на который мы пишем ответ. Далее на бланке обязательно уголками указать место расположения таких реквизитов, как заголовок. Каждое письмо должно иметь заголовок. Для чего? Для того, чтобы его можно было правильно и четко зарегистрировать. Для того, чтобы когда это письмо приходит в организацию, секретарь или служба, которая отвечает за данное письмо, не читала весь текст, а исходя из заголовка этого документа, могли определить, кому на рассмотрение должен быть отнесен данный документ. Если в адресате, который мы также оформляем уголками, указывается просто название организации. Итак, реквизиты, которые обозначаются на бланке уголками, месторасположение которых отмечается на бланке уголками. Во-первых, это реквизит-адресат, который оформляется справа на бланке, и реквизит-заголовок к тексту документа, который оформляется под штампом и отступаемый от штампа с вами 3,5 интервала. Вот таким образом выглядит бланк письма. Далее мы с вами будем рассматривать, естественно, те требования, те правила оформления служебных писем, которые предъявляются непосредственно конкретным видом документа, конкретным видом писем. Но сейчас мы с вами остановимся на тех требованиях, которые предъявляются к такому важному реквизиту на таком документе, как служебное письмо. Это текст письма. Как я уже говорила, текст письма может быть простым, может быть сложным. Если это простое письмо, оно состоит из двух частей, если это сложное письмо, оно состоит из трех частей. Но помимо этого к тексту при оформлении документа также предъявляются определенные требования. Первое требование заключается в следующем. Текст письма обязательно оформляется во всю длину самого письма. То есть текст письма должен содержать не более 64 печатных знаков. Если он содержит более 64 печатных знаков, то тогда очень сложно читать данный вид документа. Поэтому при оформлении писем обращайте, пожалуйста, внимание, чтобы строка, большая строка, не та, которая у нас оформляется в виде абзацной строки, а именно большая строка, не занимала более 64 печатных знаков. Далее. Следующее требование, которое предъявляется к тексту письма. Во-первых, если вы печатаете текст письма через один интервал, то обязательно обозначаете новый абзац дополнительным интервалом, чтобы были видны те смысловые части, которые содержатся в этом тексте письма. Далее. Если вы располагаете текст через полтора интервала, то это является наиболее оптимальным расположением текста. Следует обратить внимание на то, что текст письма не должен содержать более двух страниц машинописного текста. Естественно, не нужно оформлять текст письма с двух сторон. То есть, допустим, вы с одной стороны напечатали данный текст, и с обратной стороны нет необходимости печатать этот текст. Лучше напечатать его на новом чистом листе. Это необходимо для того, чтобы просто-напросто на первом листе, там, где располагаются у нас все справочные данные об этой организации, не видно было на просвет каких-то неточностей, каких-то, ну, так скажем, просто будет неприятно читать такой документ. Если же текст письма у вас очень большой, то, возможно, составление и оформление этого текста на пяти листах. Но желательно все-таки текст сокращать данного письма и указывать в письме только те необходимые вещи, которые вам необходимо сообщить адресату. Или уж в противном случае какие-то факты, какие-то события можно изложить в другом документе, которые можно приложить к данному письму. И тогда мы с вами оформим такой реквизит, как приложение. Укажем, на скольких листах, в скольких экземплярах вы прилагаете к данному письму какой-либо документ. Значит, далее. Какие же еще требования предъявляются к тексту писем? Следует отметить, что текст большинства писем излагается от первого лица множественного числа. То есть, если вы оформляете текст письма, следует отметить, что лучше всего указывать в тексте именно глаголы от первого лица множественного числа. То есть, просим вас предоставить, и что вы хотите получить от данной организации, данного предприятия. Это основные требования, которые предъявляются к тексту писем. А сейчас мы с вами рассмотрим разновидности писем, которые, естественно, эти разновидности классифицируются или делятся по такому основному признаку, как содержание. Исходя из содержания текста писем, выделяют различные виды писем. Некоторые из этих видов я уже называла. Во-первых, это такие виды, как сопроводительное письмо, как информационное письмо, как рекламное письмо и так далее. Первый вид письма, на котором мы с вами остановимся, это сопроводительное письмо. Что же представляет собой сопроводительное письмо? Сопроводительное письмо – это служебное письмо, которое используется для отправки документов, не имеющих адресной части. Допустим, вам необходимо отправить такой документ, как договор. Договор, естественно, как вы помните из предыдущих наших лекций, не имеет такого реквизита, как адресат. Поэтому договор необходимо отправлять вместе с сопроводительным письмом. Чаще всего сопроводительное письмо оформляется на бланке формата А5. Почему оно оформляется на бланке формата А5? Потому что чаще всего текст сопроводительного письма небольшой, и поэтому, естественно, нет необходимости оформлять этот небольшой текст письма на бланке формата А4. Чаще всего текст сопроводительного письма не содержит заголовка. Почему? Потому что сопроводительное письмо сразу указывает тот факт, ради которого и составлялось это письмо. Сопроводительное письмо чаще всего начинается словами. Высылаем вам, и указываются те ценности, те документы, которые отправляются в данную организацию, в данное предприятие. Допустим, высылаем вам договор. Номер такой-то от такого-то числа. Естественно, если вы хотите, чтобы текст письма выглядел более приличным, более лаконичным, то в таком ситуации вы можете написать, что либо в связи с вашей просьбой, или в связи с какой-то необходимостью вы высылаете вот этот вот договор. Далее. Сопроводительное письмо. Это одно из видим писем, в котором необходимо наличие такого реквизита, как приложение. Именно в сопроводительном письме мы указываем этот реквизит. Как вы помните, реквизит приложения оформляется следующим образом. Под текстом от нулевого печатного знака или от границы левого поля мы с вами большими прописными буквами пишем слово «приложение», ставим двоеточие, и если у нас идет одно приложение, то тогда мы указываем, на скольки листах, в скольки экземплярах представлено это приложение. Если же у нас с вами письмо содержит, сопроводительное письмо содержит несколько документов, тогда мы списком обозначаем эти документы. То есть первый номер и указываем название этого документа, на скольки листах, в скольки экземплярах составлен этот документ. Второй номер, также указываем название документа, которое прилагается к данному сопроводительному письму, и указываем, на скольки листах, в скольки экземплярах составлен этот документ. Как я уже говорила ранее, на сопроводительном письме нет необходимости оформлять подпись руководителя организации. Руководитель организации подписывает сопроводительное письмо лишь в тех случаях, если данное письмо сопровождает какие-либо серьезные материальные ценности, какие-либо серьезные документы. В таком случае, возможно, подпись на документе руководителя организации. Чаще всего сопроводительное письмо подписывает либо заместитель руководителя данной организации, либо непосредственно сам секретарь. Обратите внимание, что если вы в приложениях указали какие-либо документы и указали в скольких экземплярах прилагаются эти документы, то необходимо, чтобы написанное соответствовало тому, что вы прикладываете к тексту этого письма. Потому что если адресат при получении данного документа обнаружит отсутствие указанных вами экземпляров, то в такой ситуации с сопроводительным письмом данный документ, сопроводительное письмо будет направлено вам обратно. Я думаю, что в этом нет необходимости, поэтому просто очень внимательно следите за тем, что вы пишете и как вы составляете или прилагаете к этому письму. Помимо того, что текст сопроводительного письма может начинаться словами «высылаем вам», также текст сопроводительного письма может начинаться словами «направляем вам». Это основные требования, которые предъявляются к сопроводительному письму. Следующий вид служебного письма, на котором мне хотелось бы остановиться, это письмо-просьба. Что представляет собой письмо-просьба? Письмо-просьба – это служебное письмо, целью которого является получение информации, услуг, товаров, которые необходимы организации или автору документа. Исходя из названия письма-просьбы, соответственно, можно сделать следующие выводы о том, как же правильно оформить текст письма-просьбы. Письмо-просьба чаще всего оформляется на бланках формата А4. Поскольку текст этого письма может быть большим, естественно, лучше использовать бланки формата А4. Для письма-просьбы обязательно наличие такого реквизита, как заголовок. Поскольку текст будет достаточно большим, естественно, необходимо, чтобы кратко можно было сразу понять, о чем идет речь в тексте данного документа. Еще раз повторяю, что заголовок любого документа начинается с предлога О. И мы с вами говорим о том, что в заголовке всегда указывается, о чем идет речь в тексте этого документа. Итак, письмо-просьба. Письмо-просьба чаще всего состоит из двух основных частей. В первой части мы указываем причины, которые побудили нас написать данный документ. Допустим, такие причины, как в связи с производственной необходимостью, или в связи с необходимостью закупки какого-либо оборудования. И вторая часть этого письма начинается словами. Просим вас либо предоставить, либо просим вас сообщить имеющуюся информацию. То есть в обязательном порядке должно быть указана сама просьба, что вы хотите получить от данной организации, от данного предприятия. Также следует отметить, что поскольку это письмо-просьба, то лучше всего, если текст письма-просьбы будет начинаться с обращения. Если вы не знаете имя, отчество руководителя организации, которой вы направляете этот документ, то лучше всего будет написать уважаемый господин. Если вы знаете имя, отчество руководителя данной организации, то, соответственно, вы можете написать уважаемый Иван Иванович. Соответственно, если данное письмо отправляется всей организации, возможно такая формула вежливости, как уважаемые господа. Если вы используете в качестве обращения слово уважаемый, то тогда обязательно в конце текста письма такая формула вежливости, как с уважением, и затем уже с новой строчки указывается реквизит-подпись. То есть идет наименование должности лица, подписывающего данный документ, его личная подпись и расшифровка этой подписи. Наличие такой формулы вежливости необходимо не только для писем просьб, оно также необходимо еще и для писем запросов, а также для писем извещений, писем напоминаний и так далее. То есть для всех тех писем, в которых указывается какая-либо просьба, какое-либо предложение. Итак, мы с вами рассмотрели правило оформления такого письма, как письма-просьба. Следующий вид письма, на котором стоит остановиться, это письмо-запрос. Что представляет собой письмо-запрос? Письмо-запрос – это служебное письмо, которое направляется в организацию с целью получения каких-либо сведений или документов. Можно сказать, что письмо-запрос в принципе как-то связано с письмом-просьбой. Просто письмо-запрос чаще всего относится именно к документам или сведениям. А письмо-просьба – это все-таки более получение каких-то информационных услуг и в то же время получение не только информационных услуг, но и каких-то материальных ценностей. Итак, письмо-запрос. Какие требования предъявляются к письму-запросу? Естественно, письмо-запрос оформляется на бланке организации. Примерный вид бланка организации вы уже видели. Поскольку письмо-запрос является инициативным, то, естественно, на данном письме не оформляется такой реквизит, как ссылка на индекс и дату входящего документа. В письме-запросе необходимо содержание такого реквизита, как заголовок. Поскольку вы отправляете этот документ в другую организацию, то, соответственно, данный реквизит просто необходим на этом документе. Далее. Письмо-запрос, естественно, очень сложно будет отличить от письма-просьбы, потому что чаще всего в тексте письма-запроса также используются такие основные обороты, как просим вас представить или предоставить, или просим вас сообщить. Поэтому, естественно, очень сложно провести разницу между письмом-запросом и письмом-просьбой. Следующий вид документа, следующий вид письма – это письмо-ответ. Если вы написали в организацию письмо-запрос или письмо-просьбу, то, соответственно, так или иначе, в какой-то момент вам приходит письмо-ответ. Что же представляет собой письмо-ответ? Письмо-ответ – это служебное письмо, которое составляется как ответ на просьбу или на письмо-просьбу. Какие требования предъявляются к оформлению письма-ответа? Поскольку письмо-ответ, как я уже говорила ранее, оформляется на письмо-запрос или письмо-просьбу, то, соответственно, на данном документе необходимо оформление такого реквизита, как ссылка на индексы дату входящего документа. То есть вы обязательно должны заполнить этот реквизит. Дата и номер этого документа, инициативного письма, берется непосредственно из того инициативного письма или письма-просьбы, которое поступило в вашу организацию. Если вы отказываете в выполнении какой-либо просьбы, то, естественно, в тексте письма-ответа необходимо использование каких-то обращений или формул вежливости. Во-первых, нужно будет обязательно обратиться к руководителю этой организации или к непосредственно сотрудникам этой организации, используя обращение «уважаемые господа», «уважаемый господин» и так далее. Затем начать текст письма такими словами «в связи», «на основании» и так далее. То есть если вы отказываете в выполнении просьбы, какой-либо просьбы, то тогда необходимо в тексте письма указать, на основании чего вы отказываете в выполнении этой просьбы. То есть, допустим, у вас на складе нет этих товаров, или в принципе отсутствует какая-либо информация, которая запрашивается данной организацией, и тогда, естественно, вы указываете, что на основании того, что нет данных товаров на складе, соответственно, вы пока эту просьбу исполнить не можете. Но, с другой стороны, вы в дальнейшем надеетесь на сотрудничество, и поэтому вы обязательно под текстом письма указываете такую формулу вежливости, с уважением, далее, естественно, подписывает такой документ руководитель организации, ставится его личная подпись и расшифровка подписи. Как я уже сказала, текст письма-ответа может начинаться следующими словами. «В связи с чем-то» и далее, рассмотрев ваше предложение. То есть, следует отметить, что письмо-ответ также пишется еще не только на письмо-просьбу, но и на письмо-предложение. Поэтому, если это письмо-предложение о каких-либо товарах и услуг, то вы можете просто начать данный текст словами, рассмотрев ваше предложение. Вот такие требования предъявляются к оформлению и составлению письма-ответа. Помимо писем-ответов существуют такие виды писем, как письмо-подтверждение. Что представляет собой письмо-подтверждение? Письмо-подтверждение – это служебное письмо, в котором адресат подтверждает получение каких-либо сведений и документов. Допустим, письмо-ответ – это всегда ответ на какую-то просьбу, на какое-то предложение. Если же вам пришло сопроводительное письмо, то, естественно, необходимо, чтобы вы ответили на сопроводительное письмо, письмом-подтверждением. В данном письме-подтверждении вы подтверждаете факт получения данных документов. Естественно, благодарите за то, что вам своевременно выслали данные документы или данные сведения. То есть текст письма чаще всего будем начинаться словами. Благодарим вас за и непосредственно указываете ту информацию, которую вы получили. Чаще всего письмо-подтверждение подписывает либо заместитель директора организации, либо непосредственно сам руководитель данной организации. Следующий вид документа, вернее, письма, на котором хотелось бы остановиться – это информационное письмо. Что представляет собой информационное письмо? Информационное письмо – это служебное письмо, в котором адресату сообщаются сведения, какие-либо сведения официального характера. То есть, допустим, какой-либо организации необходимо сообщить вам о том, что вы задолжали с оплатой, допустим, услуг телефонной связи. Тогда, соответственно, городской телефонный узел высылает вам информационное письмо. Чаще всего текст информационного письма состоит из трех частей. Именно информационное письмо бывает сложным в композиционном плане. Текст информационного письма состоит из вступления, основной части и заключения. Во вступлении указываются причины, которые побудили составить данный документ. В основной части излагаются те факты, те события, те сведения, которые необходимо сообщить адресату. И в заключении уже даются те предложения, те выводы, которые также необходимо довести до сведения адресата. Как можно отличить информационное письмо от других видов писем? То есть, допустим, вы получили письмо, а в этом письме отсутствует заголовок. Как же мы сможем с вами определить, что это информационное письмо? Ведь отличаться они будут только текстом, а бланк письма, он идентичен и одинаков для всех видов писем. Отличить информационное письмо от других видов писем можно будет по фразе. Фраза будет следующей. Вот вы ее видите на слайде. Сообщаем вам. Если вы в тексте письма увидели такую фразу, это значит, что это информационное письмо. Информационное письмо также оформляется на бланке формата А4. Чаще всего, как я уже сказала, информационное письмо содержит большую информацию, большой текст, и поэтому оно располагается или оформляется либо на двух листах, либо на трех листах соответственно. Помимо всего прочего, на письме, когда оно поступает в организацию, необходимо проставить те реквизиты, поисковые реквизиты, по которым затем можно будет найти этот документ. Как вы помните из предыдущих лекций, эти реквизиты оформляются на нижнем поле документа. Это такие реквизиты, как отметка о поступлении документа, и этот реквизит оформляется строго посередине на нижнем поле. Этот реквизит обязателен для оформления. Чаще всего в организации существует штамп, в котором указывается, когда поступил этот документ, название этой организации, адресата этого документа, и номер данного документа по журналу непосредственно регистрации. Следующий вид писем, на которых следует остановиться, это гарантийное письмо. Что представляет собой гарантийное письмо? Гарантийное письмо – это служебное письмо, которое содержит какие-либо обязательства или подтверждение того, что эти обязательства будут выполнены. Чаще всего гарантийное письмо оформляется на бланке организации формата А4, и на этом бланке обязательно указание таких реквизитов, как банковские реквизиты. Помимо всего прочего, в тексте гарантийного письма обязательно указать еще раз повторить банковские реквизиты данной организации. Чаще всего гарантийное письмо подписывается не только руководителем организации, но и главным бухгалтером данной организации. То есть, естественно, вверху у нас с вами находится подпись руководителя организации, а под подпись руководителя организации располагается подпись главного бухгалтера. На гарантийном письме обязательно наличие такого реквизита, как печать. То есть, получается, что гарантийное письмо у нас удостоверяет не только руководитель организации, главный бухгалтер, но обязательно еще и печать данной организации. Как же отличить гарантийное письмо от других видов писем? Ну, во-первых, как я уже сказала, наличием банковских реквизитов и подписи главного бухгалтера, а во-вторых, в тексте этого документа будет указано, что оплату гарантируем. И если вы видите в тексте слово гарантируем, это значит, что перед вами гарантийное письмо. При оформлении гарантийного письма используются те же требования, те же правила, что и при оформлении других видов писем. Итак, следующий вид письма – это письмо извещения. Что представляет собой письмо извещения? Письмо извещения – это служебное письмо, которое информирует о каких-либо публичных мероприятиях. Допустим, состоится какое-либо мероприятие, та же конференция, научно-практическая конференция, либо состоится какая-то выставка. И тогда организации, которые отвечают за проведение данной конференции, за проведение данной выставки, составляют такой вид письма, как письмо извещения. И в этом письме извещения обязательно в тексте наличие таких данных. Во-первых, место, где состоится данное мероприятие. Во-вторых, даты, когда будет проходить это мероприятие. И в-третьих, тех необходимых сведений, которые необходимы организации адресат для того, чтобы принять участие в проводимом мероприятии. Как отличить текст письма извещения от других видов писем? В тексте письма извещения обязательно будут такие слова, как «извещаем вас». Вы их тоже видите на слайде. Итак, следующий вид письма – это письмо-предложение. Что представляет собой письмо-предложение? Письмо-предложение – это служебное письмо, которое направляется потенциальному партнеру с предложением различных форм сотрудничества. Письмо-предложение составляется в соответствии с теми же требованиями, которые предъявляются и других видов писем. Следующий вид письма, на котором мне хотелось бы остановиться, – это письмо-напоминание. Письмо-напоминание – это служебное письмо, которое используется в случаях, когда организация-партнер не выполняет взятые на себя обязательства. И в тексте письма-напоминание будут такие слова, как «напоминаем вас». На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание. До свидания.